Доброго времени суток Весьма тревожная новость поступила от работников лаборатории Касперского. Как говорят специалисты, они обнаружили целую сеть вредоносного программного обеспечения, имеющего название «Коля». Он вызывает блокировку экрана смартфонов, а разблокировка обойдется в сумму от 100 до 300 долларов. Как правило, жертвами такого ПО становились пользователи, переходившие на страницы подозрительных сайтов, в большинстве случаев с бесплатным порно. Вирус нацелен на смартфоны с операционной системой Android и Windows Phone. Будьте бдительны! На мобильных устройствах появятся игры более совершенные, но им нужны высокие мощности смартфонов. Поэтому выход чипов LPDDR4 состоится на два года раньше срока, заявляет Майк Ховард из IHSI Soply. Так как чипы имеют высокую стоимость, то сначала они появятся на топовых смартфонах таких фирм, как Apple и Samsung. Отличительной особенностью новой памяти от старой станет возросшая производительность почти на 50%, возможность снимать видео в Ultra HD и многое другое. Российский сервис 10-секундных роликов Coop сообщил о привлечении инвестиций в размере 2,5 миллиона долларов от Wazer Capital, принадлежащего бывшим акционерам ВКонтакте Льву Левиеву и Вячеславу Мирилашвили. Coop представляет собой платформу, состоящую из сайта и приложения для айфона. Аудитория сайта выросла до 50 миллионов пользователей в месяц. Компания Google выпустила новую бету своего браузера Google Chrome для мобильных устройств. Нововведения коснулись интерфейса, который разработчики полностью переработали в соответствии с концепцией так называемого материального дизайна. Особых крупных изменений замечено не было. В новой версии была увеличена адресная строка, изменился внешний вид кнопки меню и вид главной страницы. И это все перформансы, которые ввели программисты. Слабовато. Новый смартфон стоит ожидать от компании Motorola, ранее принадлежавшей корпорации Google, а сейчас Lenovo. Кодовое имя серии Shamo. И это будет действительно крупный аппарат, так как он будет иметь 5,9 дюйма. Ранее Motorola работала над смартфоном серии Nexus. Вполне вероятно, что многие идеи перекочуют оттуда. А вот техническая начинка аппарата неизвестна. Будем ждать свежих новостей. Эволюция. Шутер с примесью MMORPG в научно-фантастическом антураже. Игрок выступает в роли командира экипажа космического корабля. Ваш корабль был сбит неизвестным оружием над таинственной планетой Утопией. Раньше она была раем для богачей, но природные катаклизмы превратили эту землю в пустыню. Задача игрока — узнать, какое оружие было применено по космическому кораблю, и восстановить порядок на Утопии. Шаг за шагом, локация за локацией происходит изучение игрового мира. Наши напарники без дела тоже не сидят. Изучают полезные технологии, добывают ресурсы, обустраивают быт и защиту базы. В общем, все то, что и нужно игроку. Пара первых локаций, которые были зоной оккупации гигантских пауков-арахнидов, шайкой бандитов и прочих зачищающихся без проблем с полученной экипировкой на базе. Но чем дальше, тем больше проблем вы будете огребать на пятую точку. Враги появляются менее восприимчивы к урону, каждому из которых стоит применять свою тактику. Девушек-снайперов стоит сбивать с толкопередвижением. Врагов с броней придется уничтожать гранатами. От пулеметчиков укрывайтесь за энергетическим щитом. Но защита, как правило, все равно не отражает весь урон, поэтому не забывайте пользоваться расходниками, гранатами и аптечками. Вся эта красота требует кучи ресурсов и знаний. Допустим, для производства более мощной гранаты вам сначала предстоит узнать ее устройство, и только потом вы сможете ее сделать. Так же и с другими технологиями и вооружением. Самыми ходовыми ресурсами в игре являются магматит, железо и кристаллит. Первое и второе нужно для улучшения оружия в мастерской или производства расходников в арсенале. Третье для пси-силы. Кристаллит добыть в шахте невозможно, но его можно выменить, продав другие ресурсы у торговца. Кроме того, вам нужны диски данных. Они необходимы для взлома компьютеров, сейфов и доминаторов, где хранятся большие залежи полезных ресурсов. Для тренировки противников вы обязуетесь добывать медали, которые даются за победу в поединках. Бои — одно из самых главных интересностей эволюции. Здесь они очень зрелищные и необычные. Можно пользоваться энергетическим щитом, перезаряжать оружие, менять один ствол на другой, метать гранаты и уклоняться от атак. И что самое примечательное, ругаться на управление совершенно не хочется. Оно удобное, аккуратное и незагроможденное. Герои и его напарник стреляют автоматически, как только видят цель. Вы выбираете самого опасного противника, его атакуете, закидываете гранатами, лечитесь аптечками. Как бы странно ни звучало, но тактика здесь играет ключевую роль. Без нее вы долго не протянете на утопии. Но благо, если потерпите поражение, то расходники восстановятся. И как только вы построите аэродром, то можно будет сражаться с другими игроками за ресурсы. Тут есть так называемое асинхронное ПВП. Ваш оппонент не управляет персонажем, за него выступает искусственный интеллект. Надо сказать, весьма достойный. Победа обеспечит вам ресурсы и высокий рейтинг, и чем выше ваша позиция, тем больше ресурсов вы получаете. Но если вам не хватает железа или еще чего-нибудь, есть два выхода. Дополнительные миссии или донат. И второе, пожалуй, самый главный минус в игре. Так как прокачка происходит слишком медленно, многие игроки могут забросить игру. Чего делать настоятельно не рекомендуем, так как дальше игра раскрывается во всей красе. Но покупать ресурсы за денежку не стоит. Уж больно цены кусачие. Ругать эволюцию есть за что. За кусачий донат, возможно, за однообразность миссий. Но перед нами одна из самых лучших, и не побоимся этого слова, интересных игр, которые выпускались в мобильном игропроме. И наверняка вы просидите за ней многие часы, чего и сделал автор этих строк. Ну а на этом все. Рекомендуем подписаться на канал Гохи, там много чего интересного. Поставить лайк под видео и не забывать оставлять свое мнение. С вами был Mobile Guide. Рекомендуем подписаться на канал Гохи.